И вначале о пасхальном фестивале Валерия Гергиева, об этом многодневном музыкальном марафоне, который охватил десятки городов и десятки тысяч километров. Он завершился на этой неделе, как и прежде, в День Победы. Событие не просто финальное, а одно из ключевых на каждом фестивале. Это традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра на Поклонной горе. Всегда этот концерт собирает тысячи слушателей. Днём 9 мая на Поклонной горе звучала музыка Чайковского, Рахманинова, Мусоргского. В исполнении Дениса Мацуева и оркестра театра. Это концерт во имя мира, говорит маэстро, против насилия. Этот концерт он посвятил памяти миллионов, заплативших за мир собственной жизнью. Оркестр Мариинского театра, оркестр Гергиева, дал на пасхальном фестивале около полусотни концертов в трёх десятках российских городов, в Китае, в Германии, в Швейцарии. Куда-то летали на пару дней, куда-то буквально на пару часов. И эти путешествия оркестра Мариинки – это ещё не весь фестиваль. В его хоровой программе приняли участие 30 коллективов из разных стран. И были колокольные концерты в полусотни храмов страны. Но именно участие в пасхальном фестивале оркестра Мариинского театра выглядит почти нереально. Месяц музыканты провели в специальном пасхальном музыкальном поезде под номером 935-936. Маэстро так рассказывал о промежуточных итогах этого долгого пути. Сначала была Москва. Мы провели, может, 5-7 концертов в Москве в 2002 году. Побывали где-то сразу рядом в Ярославле. А вот уже в 2003 году и далее – это всё более или более масштабные броски на тысячу километров в день. Более тысячи километров в день. Милости против высоких ящиках стоят. Контрабас у нас хранился с летапами. Арфа перед вами. Ну, если говорить о музыкально-театральных событиях, мы интересуемся очень многим в этой области. Мы ещё и отвечаем за многое. Поэтому создание и вообще идея возникновения Московского пасхального фестиваля, обращённого или, если хотите, идущего в регионы – это ведь веление времени. До 96-го года, а я уже руководил к тому времени 8 лет, Мариинским театром, как худрук. Мы ни разу не выступали в Москве. Возникает вопрос – это что, болезнь какая-то? Или это чуть ли не предсмертные уже какие-то часы? И вот как реакция на такую немощь создания Московского пасхального фестиваля? Вот идёт поезд, идёт и идёт. Мы уходим там в 11.30 ночи, а приходим к 6. Значит, у вас 18-19 часов в пути. Но коллектив как-то научился как-то переносить тяготы. Хотя я не считаю, что это тягостные путешествия. День кончился, как говорится. Я надеюсь, что Московский пасхальный фестиваль идёт к осмыслению, к построению ещё более яркой структуры. Движение вширь может продолжаться. Движение ввысь должно быть продемонстрировано, потому что оркестр становится лучше. Иногда у тебя ощущение, что ты действительно почти добился в этом плане. Если не всего, то очень многого. Могу только поблагодарить оркестры, хоры, балетные, оперные трупы. Но я не знаю ни одного большого дирижёра, руководителя, который обязательно хочет остановиться и сказать себе «Не хочу больше ничего». Если это так, ему надо обратиться к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ